С вашей стороны некая интерпретация, таких слов я не произносил, хотя, наверное, подтекст вы понимаете правильно. Чего боятся? Боятся санкций, боятся того, что кто-то, какие-то страны сильные, запады будут нас критиковать, зажимать и так далее. Я вам скажу одну вещь. Приведу пример конкретно. Когда Крым воссоединился с Россией, туда полетела одна авиакомпания. Называлась она «Добролю». И когда полетели, начались против них массированные санкции. Эту компанию, вот эти западные все действия, просто разояли. Все, она прекратила свое существование. Тогда собрались все компании от Аэрофлота до Сибири, Ямала, Якутии и так далее. И сказали, полетим с одного дня и все вместе. И полетели в Крым. У нас до 300 рейсов в день в летний период. Представляете? Все летают из всех городов. Санкций нет. Потому что консолидированные все вместе. Это показывает, что если мы консолидированные все вместе выступаем, нечего нам бояться санкций. Санкций надо не бояться. Это противоправное действие, нелегитимное действие, противоречащее всем принципам международного права, насильственное действие, направленное на разрушение государства. Я это сравниваю с актом войны, понимаете? И с этими вещами надо бороться коллективно, четко и твердо. На ваш взгляд, Россия готова компенсировать те неизбежные издержки, которые получат в Армении? Не будет никаких неизбежных издержек, если мы будем действовать так, как я сказал. Концентрировано, вместе, консолидировано и до конца. Издержка будет у них. Потому что, если вы слушали нашего президента, он бросил одну фразу. Сделаем так, что вам мало не покажется. Из этого они будут исходить. Вы получали предложение встречаться с властями Карабаха за нахождение здесь, за период нахождения? Нет, с властями Карабаха я не получал предложение встретиться, но с друзьями карабахскими, конечно, мы отцарскими видимся, это нормально. Все люди общаются и должны общаться. И бояться нам нечего. Мы гражданское общество. Я в данном случае могу общаться не только как чиновник какой-то, я еще человек. Поэтому мне невозможно продиктовать, кто будет моим другом, а кто будет не другом. Это определяю только я сам и те люди, с которыми мы общаемся. Извиняюсь. Вы прошли путь самоопределения. Может ли такой пруть пройти на Дурно-Карабахской республике? Я высказал принципы, которые должны, на мой взгляд, соблюдаться. То, что эта тема не отработанная в международном праве, это факт. Но моя оценка такая, если права людей, права национального меньшинства массово и грубо нарушаются и попираются, народ имеет полное право для того, чтобы самоопределяться. Случай на Дурно-Карабахе. Какой случай? Вы, наверное, следите за тем, что там происходило. Я, конечно, слежу, знаю и понимаю застарелость этого конфликта. Я слышал позицию, которую рассказывают ученые, видные политические деятели о том, что Карабах, в общем-то, и не входил в состав Азербайджана. Я слышал позиции о референдуме Карабахи, который был именно в тот период проходил, по новой уже Конституции Советского Союза, когда автономии имели право на выход. Я их, конечно, учитываю, но для того, чтобы дать такой углубленный анализ, я должен быть специалистом по карабахской проблеме. Я вас уверяю, что я этим займусь серьезно. Тогда смогу вам дать ответ более полный. И еще один вопрос. На ваш взгляд, Турция и западные силы могут ли способствовать дестабилизации ситуации наподобие Донбасса в Крыму? Западные силы сегодня способствуют дестабилизации ситуации во всем мире. Они по существу натравливают крупные страны, такую ядерную державу, как Россию, пытаются столкнуть со своими западными и не только западными союзниками. На это направлена, например, крымская так называемая платформа по деоккупации. Это абсолютная провокация, нацеленная на то, чтобы натравить Украину, использовать ее в качестве инструмента для подрыва мира и безопасности в Черноморско-Средиземноморском бассейне. Ни к чему хорошему это привести не может. Поэтому мы, конечно, будем противодействовать этому так, чтобы, как президент говорил, им не повадно было. Для этого силы у нас есть. Кто является участником крымской платформы, мы пока еще не знаем. Но есть публичные заявления, что и Соединенные Штаты, и Европейский Союз, и Турция поддержали эту платформу. Ничего хорошего они от этого не получат. Они только получат проблемы собственной безопасности. Хотя нам не хотелось бы, чтобы эти проблемы создавались для всех нас. Как Вы относитесь к тому, что президент Турции Эрдоган заявил, что Крым – это турецкая земля? Я напрямую в такой формулировке, как Вы сказали, такого заявления не слышал со стороны Эрдогана. Хотя я очень внимательно слежу за его выступлением. И я понимаю размышления турецких властей о том, что им было бы, конечно, выгоднее, чтобы Крым был в составе разваливающейся Украины. И тогда, может быть, как-то бы сложилась такая геополитическая ситуация, которой можно было бы воспользоваться. В каком объеме и мере, они сами еще не знают, я уверен в этом. Но было бы легче, чем Крым находится в составе крепкого и сильного российского государства. Но я напомню, что в конце 18 века все подписанные с Турцией договоры между Россией, Российской империей и Османской империей, они никем не отменялись, и они действуют. И там четко зафиксировано признание Турции российского статуса Крыма. Вот хотелось бы, чтобы это всегда помнилось. Спасибо большое. Всего насчет.